Продолжение следует... Поэтому необходимо поменять направление вот так. Но в этой ситуации мы лишаемся вот такого фестонного края. Для этого необходимо обрезать ножницами очень близко к шву этот фестонный край, выкроить сам рукав и затем пришить к краю рукава наш фестонный край. Тем более, что, например, в нашем случае, именно вот эта часть... Сейчас положу на бумагу, на белую, чтобы было лучше видно. Именно вот эта часть, вот эта линия, вышивка вот эта, она является имитацией сутажа. Что такое сутаж? Это декоративный шнур, который в своем разрезе имеет восьмерку. То есть все шнуры, как правило, имеют... Вот как эта ручка, если разрезать, мы имеем на разрезе окружность. Здесь две соединенные окружности, то есть восьмерка. И в центре проходит вот такой желобок. В этот желобок прокладывается либо машинный шов, либо этот шов делается вручную. Мы уже сделали свою кову. Я вам показываю уже результат всего того, что я объясняю. Это изнаночная сторона, это лицевая. Лицевую мы уже также дополнительно строзировали. Кстати говоря, строзирование лучше проводить до того, как вы притачали свою рука к изделию уже. Потом это гораздо сложнее и неудобнее делать.